Ира, а вы сортируете дома мусор? Да, есть такое. Но я откладываю только пластик, бумажный, вот эти наклейки, этикетки, блистеры. Отношу в известную сеть магазинов батарейки, складываю на переработку. Ещё я знаю несколько мест, куда можно положить пластиковые карты, ручки, крышечки. Много где? В торговых центрах. В районных центрах, потому что построили на месте кинотеатров. У них есть сбор редких фракций, в каждом районе можно сдавать фломастеры, зубные щётки, чеки. Да, это так занятно, прозрачные боксы, и там разноцветные лежат эти зубные щётки, пластиковые карты, ручки. И вот просто они раздельные, и на виду, и мама с детишками приходит в магазин, и дети спрашивают, что это, и вот опять же растут на этом. А вы вот, например, знаете, чем именно опасны батарейки? Или просто вот есть факт, что батарейки это опасно, их нужно где-то аккумулировать? То, что они выделяют, когда разлагаются, и кислоту, и они просто действительно очень отравляют воду, делают её токсичной. Это токсичные вещи, это очень опасно. Поэтому, конечно, их надо складывать в определённые места, собирать и приносить. У меня есть история про батарейки, да. Ну, давайте история про батарейки. Я раньше жила в Нижнем Новгороде, и я ходила по школам, рассказывала детям, что скоро вот у вас будет два разных контейнера стоять. И чтобы как-то детей заинтересовать, я там спрашиваю, ребята, а что вы делаете с батарейками? Там одна девочка руку тянет и говорит, а моя бабушка с помощью батареек борется с кротами. Она кидает их в норки, и кроты исчезают. Ужасно, бедные кроты вообще. Сейчас вы рассказали с норкой. Я пыталась там детям объяснить, ну, то есть вот вам наглядное доказательство, что кроты исчезают. Я говорю, ну, вы же там капусту выращиваете, помидоры, что-то ещё. Пушайте то, что из этой земли. Колодец у вас, водичка протекает. Вот, но для людей была такая, к счастью, времена поменялись, и сейчас, мне кажется, уже все знают дети, что батарейки нужно сдавать раздельно. Ира, вы считаете, вот времена поменялись, вот в своём окружении вы чувствуете изменение отношения к этим экологическим проблемам? Да, многие мои коллеги, такой артист, как Саша Соколовский, многие другие, они в своё свободное время выезжают на природу, берут перчатки, берут чёрные пакеты, собирают это всё. Потом, допустим, Лиза Боярская и Максим Матвеев регулярно показывают видео, как они один раз в неделю сортируют всё. И они вместе с детьми ходят или отвозят, или вызывают службы, которые сейчас есть. Они приезжают прямо к вам домой и забирают, всё увозят. Это живой пример. Вы как-то очень так скромно про своих коллег, а я ведь в тех же социальных сетях читал, что вы там занимаетесь посадкой деревьев. Это же тоже, в общем... Ой, это вообще прекрасная история. Да. Ну, расскажите про прекрасную историю. Ну, вот это город Новосибирск, и мы сажали сирень. А это двор нашего театра. Здесь мы с директором театра посадили яблоню. Была прекрасная акция памяти погибших во времена Великой Отечественной войны. И в память каждого погибшего по всей стране сажалось дерево. И у нас уже плодоносит эта яблоня. Мы угощаем детишек в театре ею. И она украшает наш двор. Замечательно, Ира. Знаете, только вчера у нас была программа про граффити на деревьях. И просто не мог её не вспомнить. Кстати, вот эти стаканчики меня заинтриговали. Я честно могу сказать, что я в магазине всегда покупаю, допустим, кисломолочные продукты в бумажной упаковке, никогда в этих бутылках. Теперь я понимаю, что я сам себя обманываю, что это тот же пластик, который просто выглядит по-другому. Да, она изнутри покрыта пластиком. И, например, у нас нет возможности покупать молоко в свою тару. Но можно хотя бы взять в упаковку из прозрачного пластика, из PET, потому что его гораздо легче сдать на переработку. Но от одноразовых стаканчиков можно отказаться и завести себе, например, бутылку для воды. Вот у меня эта термобутылка. Можно просто кружку для горячих напитков. И вам даже в некоторых кофейниках сделают скидку за то, что вы покупаете в свою тару. 10 или 15 процентов. Да, она также моется, и вы просто используете её много-много раз. И никакие стаканчики на свалку не попадают. А это примеры твёрдой косметики. Это вот шампунь. Я им пользуюсь как кусочком мыла. Уже много лет твёрдого. Это и есть кусочек мыла. Да, он без воды. Соответственно, там не нужны консерванты. Если я куда-то лечу, то спокойно беру ручную кладь, ничего не протечёт. И просто провожу по волосам. И он прекрасно пенится. Вот мне такого хватает на 4-6 месяцев. А где вы берёте-то? Есть специальные магазины без упаковки. Они есть в Москве и в регионах. Такой стоит примерно 400 рублей, но на полгода это вполне экономично получается. Это... Как вы думаете, что это такое? Я думаю, что это йогурт. Это крем для тела. Так. Тоже купленный в свою тару без упаковки. То есть можно прийти из магазина и вам там... Да, они ставят на весы баночку, узнают её вес тары, обнуляют. Я говорю, мне, пожалуйста, 150 граммов такого-то крема складывают. Я плачу только за сам продукт, потому что в целом стоимость упаковки составляет до 15% стоимости продукта. То есть мы за всё это платим. А это пример зубной пасты. Вот же здесь куплено 50 граммов в свою тару. Это баночка из-под крема. И прекрасно пенится. Ты открыл новый мир для себя. Правда? Это многоразовые бахилы. Бахилы? Да. Можно ходить в поликлинику или в какие-то учреждения, надевать их и не пользоваться одноразовыми, потому что их очень сложно переработать из-за резиночки. Вот вы меня удивили. А после рекламы мы удивим наших зрителей. У нас в студии появится эко-пёс. Эту программу «Мой район» и сегодня мы говорим об экологии в Москве. И о людях неравнодушных к этой проблеме. И не только о людях, но и о животных. Наталья, здравствуйте. Почему маршалом назвали лабораторов? Их было девять щенков. Братьев и сестёр он был самым крупным, на голову крупнее всех остальных. Так. А соответственно, вот он стал маршалом. С каких пор и почему он стал увлекаться уборкой мусора? Он просто очень любил на прогулках находить пластиковые бутылки. На газонах, на дорожках где-то ещё люди выкидывали, он их находил. Но поскольку грызть их нельзя, я у него их отбирала. И в конце концов пришлось ходить на прогулку с пакетиком для того, чтобы эти пластиковые бутылки, отобранные, куда-то складывать. Соответственно, потом мы их давали в переработку. Ой, как ему нравится-то. Вот, ему вообще нравится общаться. Поэтому тут вопрос... Я так сейчас чувствую, будет не до демонстрации его навыков. Мы просто связаны не с тем, что он собирал бутылки, я думаю, что многие собаки это любят, а с тем, что я занималась раздельным сбором отходов. И я поняла, что... А, всё, одеяло всё-таки на себя решили. Да, я поняла, что всё, что он собрал, что всё, что он собрал, можно сдавать в переработку. Но главный герой... Он может нам продемонстрировать сегодня? Мы подготовили. Бутылку найди, найди бутылку. Ищи бутылку, давай. Так. Давай, молодец, хорошо. Нашёл бутылку, дальше его действия. Масья, иди ко мне, иди ко мне. Иди, мой хороший, иди. Иди ко мне. Так. Дай бутылку. Ну ладно тебе, дай бутылку. Это скорее игра такая у него с этой бутылкой. Да? Молодец, молодец. Иди ещё найди. Иди ещё найди. Не всякую бутылку он берёт. Не знаю, иди сюда. А мне дашь маршрую? Иди. Две принёс. Молодец, ещё найди. Там, найди ещё бутылку. Молодец какой. Найди, найди. Иди ко мне, иди сюда. Бравушки. Иди сюда. Бравушки. Масья. Решил Михаилу как... Он знает, кому отдать бутылку. Масья. Мася. И как давно вы уже практикуете сбор пластиковых бутылок? Маршалу скоро 10 лет. Всё время, пока он у нас живёт, он на прогулке периодически собирает бутылки. Но, к счастью сказать, сейчас бутылок стало меньше. Меньше, да? Да. Как-то урн стало больше, бутылок валяться стало меньше. Но ведь здесь же дело ещё в том, чтобы менталитет был у населения соответствующим образом откалиброван. Но от нас с вами зависит, потому что когда... Это от вас зависит, потому что вы ролевая модель. От меня тоже зависит. Я расскажу, как я с этим работаю. Да, расскажите. У меня обычный спальный район. Кузьминки, очень скромный, нормальный, обычный район. И вот там поставили этот контейнер. И сначала в него просто попадал весь мусор, потому что люди, не разбираясь, бросали. Мусорщики тоже. Я упорно приходила и приносила. На что мне консьержка сказала. Ирина, всё равно всё сваливают в одну мусорную машину. Я говорю, пусть пока так. Но они привыкнут. Я всё равно буду складывать сортированный мусор в этот мусорник. И всё. И вот наши действия так работают.